Доброе утро! Сегодня мой герой политолог Вадим Карасёв. У меня есть 55 вопросов, а у него только 5 минут. Вареники или пельмени? Пельмени. Арбуз или дыня? Арбуз. Европа или Америка? Европа. Что вам больше всего нравится в вашей внешности? Я полный. Весь нравлюсь. А не нравится? Тоже весь не нравлюсь. Самая болезненная точка Украины? Донбасс. Кто ваш главный конкурент? Нет. Какая кличка у вас была в школе? Ну как и карат. Стране нужны досрочные парламентские выборы? Да. Да за эти три фактора необходимости досрочных выборов? Слабый парламент, недовольство людей и низкий уровень доверия к парламенту и коалиционным силам. Сейчас я буду перечислять присущее человеку поведение, а вы говорите да, если оно присуще вам и нет, если не присуще. Агрессия? Нет. Раздражительность? Частично. Нетерпеливость? Частично. Обжорство? Ой, нет, нет, нет. Зависть? Ревность, я бы сказал. Целеустремленность? О, по полной программе. Назовите самый дурацкий поступок украинских политиков за последнее время? Осуждение немецкого посла. Что после не раз заставило вас плакать? Уход родителей. Борщ зеленый или красный? Красный. Пиво или шампанское? Пиво. Вы участвуете в политических шоу на российских телеканалах. Народ, сидящий в студии, действительно считает украинский народ врагом? Нет. Нет? Нет. А чего же мы считаем русский народ врагом? Ну, мы не считаем русский народ врагом, мы считаем режим русский, пакинский режим врагом. Продолжите фразу. Место женщины на? Ну, не на кухне, в офисе. В офисе. В Закарпатье люди устроили самосуд над вором. Побили его и сфотографировали с надписью «Я вор». Поддерживаете ли вы такой метод борьбы с преступностью? Нет, это самосуд. Вы держите деньги в приватбанке? Да. А сколько там у вас есть? Какая сумма? У меня там тысяча евро, тысяча долларов. И за что вы можете ударить? Ни за что. Ваше слабое место? Вот, наверное, то, что я не могу ударить. А сильное? Вот то, что я не могу ударить. Уничтоженные болота в Мотороле, Геве и так далее. Зачем спецслужбы России защищают своих? Они отыграли свое. Мавру сделал свое дело, а Мавру должен быть убит. Судьба Захарченко и Плотницкого предрешена? Скорее всего, да. За что можно ударить женщину? Женщину нельзя бить. А ребенка? Только пошлепываю. А вас? В качестве дисциплинарного такого наставления. Меня за что можно бить? Да. За что можно? За все. Хорошо. Назовите три события, которые, по вашему мнению, должны улучшить жизнь в Украине. Закончить войну. Второе. Поменять раду и политику. И третье. Все-таки создать правильный баланс в политике. Молодые опытные должны быть. Квашеные помидоры или капуста? Капуста. Дождь или снег? Снег. Украинские звезды могут зарабатывать деньги в России? В России, да. Считаете ли вы предателями украинских звезд, приступающих в Россию? Если не несут украинский талант, почему бы не показать, что в Украине очень много таланта? Посол Германии заявил о возможности выборов на Донбассе под российскими обстрелами. Его неправильно поняли или это сигнал изменения отношений Евросоюза к этому вопросу? Его и неправильно поняли, но с другой стороны это сигнал к тому, что Запад будет корректировать свою позицию относительно выбора на Донбассе. Украине нужно вернуть ядерное оружие? А что это даст? То есть не нужно? А что это даст? Может быть мирная дипломатия, хорошая, спокойная жизнь, экономические успехи. Вот это наш месседж миру, а не ядерная бомба, как в Корее, в Северной. В Северной Корее тоже пытаются создать ядерное оружие. Ну и что? Хорошо. Сколько вы заплатили за отопление в прошлом месяце? За отопление вместе с водой. Вообще-то этим занимается моя жена, если честно. То есть не знаете? Да. Ваш прогноз референдума о вступлении в НАТО. Украина проголосует за или против? Скорее всего проголосуют за, с небольшим преимуществом. Когда последний раз вы напивались до беспамятства? Не помню. Может быть тогда и напился, а когда не помню. На что вы больше всего тратите денег в месяц? Больше всего не считал, но скорее всего это питание и литература. США снимет санкции с России в ближайшие полгода? Смотря какие. В ближайшие полгода точно не снимет. Импичмент Трампу возможен? Теоретически да. Вам когда-то угрожали? Ну там какие-то физические какие-то там. Но я на это смотрю как риски профессии, тут ничего не сделаешь. В ближайшее время будет объявлено военное положение в Украине? Нет. Ну, по крайней мере, если не будет полномасштаба наступления России, то нет. Как вы думаете, это хорошо или плохо? Хорошо. Путин введет войска в Белоруссию? Нет. Будь бать кандидат, если бы даже Путин хотел. Продолжите фразу. Я не могу жить без? Без работы. Я бы умер за? Я бы умер за страну. Мое сердце принадлежит? Украине. Украинцы будут жить в шоколаде тогда, когда? Когда они будут думать не о шоколаде, а о работе, а об упорном труде. У вас хорошая память? Ну, вроде да. Как меня зовут? Алина. Вам нравится наша программа? Отлично. Вы ответили на все 55 вопросов. Спасибо. Спасибо вам большое за это. Спасибо. Молодцы. Спасибо.